Расскажу о том, что мы имеем всегда с вами обрезки из войлока. Как правило, я их не выбрасываю. Я их коплю как хомяк, складываю в сумочку, на балконе дживю до какого-то момента, потом я вдруг вспоминаю про этот момент и бегом к этому пакетику. Обрезки войлока порой так рождают и новые идеи. Вот, допустим, одна из них – это упаковка. Но прежде всего информацию, которую вы размещаете, это прежде всего информация для покупателя. Она необходима ему, потому что порой возникают вопросы по уходу за изделием. А когда они получают, допустим, вот такой маленький, я бы сказала, сувенирчик с информацией, на которой… Что-то меня прям трясет. С информацией, на которой как бы наша размещена состав изделия, допустим, уход за этим изделием. Ну, приятный сувенирчик, и в то же время инфа какая-то для покупателя. И в то же время это какой-то даже имидж наш отчасти. Это не только информация, но еще и имидж. Девчонки, я не знаю, что со мной происходит. Я иногда тоже вот так, выходя на выставки, готовлю маленькие такие сувенирчики. Ну, а почему бы и нет? Здесь моя информация, кто я, как меня найти. То есть контакты все мои. И в то же время вот такой приятный… Да, маленький такой вот сувенирчик. Да, да, как брелочек можно использовать. Ленок, рапиву. Очень интересно получается. Ну, в данном случае, вот я, допустим, покрасила, окрасила бумагу обыкновенным чаем. Дома закончились картриджи, поэтому пример не принесла. Можно было разместить ту же информацию об изготовителе, либо дать информацию, как ухаживать за изделием. И, в принципе, тоже можно применить. А если еще использовать старые газеты, их тоже подкрасить, тоже интересный эффект получается. Мариша, скажешь, сначала окрасить, потом печать? Желательно окрасить бумажку. Почему? Потому что картридж может дать предсказуемый результат. Чернила могут потечь, и информация просто исчезнет. Ну, это вот то, что касается меня. А как чаем красить? Чаем элементарно. Собрала несколько пакетиков. Нет, собрала несколько пакетиков. Попросила не выбрасывать членов своей семьи. Собирала их в баночку в течение нескольких дней, там, или в стаканчик. Потом взяла поддончик, бросила туда эти пакетики, залила водой, опустила. Вот так раз. Нет, нет. Обыкновенная бумага для печати. Да, обыкновенная. Я ее потом просто проутюжила. Проутюжила, и все. В общем-то, очень... Нет, ничего не происходит. Бумага обыкновенная, которую мы используем в принтере. Я вот даже такие маленькие обрезки войлока не выбрасываю. Я их использую частично. У меня был в прошлом году такой случай. Позвонила мне Наталья Никитина. Все вы знаете ее очень хорошо. Марина, девушка уезжает в Израиль, ей очень срочно нужны тапочки. Телефон. Созваниваюсь. Определяем мы с ней, что она хочет. Оказывается, она улетает через два дня. То есть у меня всего два дня на изготовление тапок. Помимо того, что мы определили цвет, размер, девочка вдруг мне говорит, а хотелось бы декор какой-нибудь. Я начинаю думать. Господи боже мой, за два дня им же надо высохнуть. Мне их надо подшить. Какой декор? Тут вспоминаю про свои обрезки, которых очень много. Залезаю в свой любимый пакетик. И думаю, а почему бы не собрать из маленьких вот таких колочков вот такие розочки, допустим. Я их леплю на тапочки. Девушка приезжает через месяц из Израиля, и вдруг слышу в трубке бешеный восторг. Говорит, родственники оценили вашу работу на 100%. Слава тебе, Господи. Как приятно, когда такие слова вам произносят вслух. И вас как бы... То есть вот, пожалуйста. Опять те же обрезки. Те же обрезки. Значит, я их мочу. Делаю вот... Сворачиваю. Ну, как всегда обычно. Иголка и нитка у меня здесь работают. Они должны быть в мокром состоянии. Тогда пластичность появляется у войлока, и его можно формировать, как вам хочется. То есть собираю часть. Тут же. Тут же. Походная работа. Ну, можно вот это намочить. Чуть-чуть отжать. Формируем центр розочки. Это, наверное, вы все знаете. Я не знаю. Не знаешь. Формируем центр розочки. Так, она его иголочкой прокалывает. Я его прокалываю иголочкой. Чтобы не разбегался у основания. Дальше. Насбариваю. А остальное сейчас спариваю. Хостики люблю иногда вставлять. Кручу. Верчу. Запутать хочу. Да? Да, да. То есть все очень просто. Да? Здесь очень все просто. Ну, когда вот войлок мягкий, в смысле влажный, он очень пластичный. Еще раз повторюсь. Марина, скажи, пожалуйста, для тех, кто не знает, кто тебе ассистирует в данный момент. Ассистирует мне мой оппонент. Это Ольга. Я ее люблю. Демьянова. 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 Далее. Слегка вытягиваю краешки. Это страшный секрет. Нет, это не секрет. Первый раз выдает. Это не секрет. Я могу еще другие розочки показать. А время будет? У нас будет время. Ты показывай, показывай. А у тебя есть из чего? Есть из чего? Нет? То есть вот все очень простецким образом. Ну, Фантин, обрезки. Катикетки. Обрезки, да. Скоро 8 марта. Хоть куда? Хоть об адовке. Не общай суть. Далее следующие слои. И так далее. То есть чем больше обрезков, тем больше. Слышки реально, ничего не выбрасывают. Значит, вот эти части можно использовать как листочки. Причем вот этот вот такой распушенный край мне очень понравился. Думаю, не буду выбрасывать. Это листик, правильно? Причем бы и нет. А когда дома еще есть от партняжного вашего прошлого ножницы, которые режут зигзагом, это вообще красота. Можно в шкатулочку прийти, если они есть, в шкатулочке купить. Но мы же все с чем занимались рукоделем, мы все оттуда. Поэтому, как правило, кто умел шить, значит, умеет валять сейчас. И так далее. Ну вот. Ну вот. Дома я, конечно, подваливаю еще это изделие. Немножечко все-таки уплотняю его. Да, потому что вот сейчас войлок, он как... Ну, немножечко в ладошечку его складываю. Ну, то есть вы сами видите, что, в принципе-то, можно же сделать что-то. Я брошь забыла еще. Я вам хочу сказать больше. Она не только из войлока розочки крутит. Все вот эти розочки на гирлянде из апельсиновых шкурок делал рук Марина. Вы представляете, апельсиновые шкурки тоже не выбрасывают. Скрутили, прокололи зубочисткой, положили на батарею. Можно композицию сделать потом. Палочки корицы, семена бадьяна. Все это будет пахнуть, выглядеть очень эксклюзивно. Вот, если еще добавить каких-то шишечек и блестяшечек, вот это все, ну, это уже моя работа, но просто не было бы другой таких розочек, а то я бы тоже сделала. Я такие вот... Сейчас, Марина, научусь и буду делать. Я секрет могу выдать. Эти розочки родились из невкусных апельсинов. А у вкусов это шкурки. Что, Катя? Тонковаты для этих целей. Ой, отличные будут, разноцветные, еще шкурочка есть. Самое главное, когда начинаешь этим заниматься, сразу вот ощущение Нового года. Вы же помните запах мандарин в нашем детстве? Это же настолько приятно. Вот какой-то сразу наступает момент нашего вот этого периода. Мы больше чем уверены, что здесь сидят очень рукодельные девочки. Просто девочки. И у вас очень много идей. И поэтому мы просто делимся с вами немножко своими. Ждем, что вы, может быть, и свои нам какие-то подскажете. Сейчас можно это все опубликовать там в своих блогах. Очень вас требовало. Ну вот, рождение розочки произошло. Вот смотрите, просто один на день. Практически. На глазах изумленный кубик. Можно вот такую розочку использовать прям вот, по-моему... Булавочку сейчас я принесу так, да, эту? Нету. Да, вот мне кажется, прям... Вот. Вот тебе прикол. Ну, прям как раз... Ой, как страшно, иголкой. Наверх листик из домшек. Листик наверх, просит, Оля. А так тоже... Она сейчас перед зеркалом. Тоже красиво. Тоже красиво. По-моему, она... Как будто здесь... Жила, да. Yes. То есть не только на тапочке можно использовать такие вещи, а еще куда-нибудь. По-моему, очень симпатично. Продолжение следует...